Итак, самое основное, что нам нужно сделать для того, чтобы наш фрейборк начал создаваться, это создать репозиторий. Вот, поэтому создать репозиторий я рекомендую на портале на сайте GitHub, соответственно, вот я уже здесь открыл. Вы можете использовать любой, GitLab, Bitbucket, что угодно, что вашей душе угодно и вашим желаниям. Итак, ну, вы регистрируетесь, создаете репозиторий, я уже создал, ну, открыл страницу для создания репозитория. Ну, и здесь напишем название своего фреймворка. Итак, значит, название для нашего репозитория мы выбрали. Ну, еще добавим, допустим, readme-файл, в будущем я его тоже запомню. И создаем репозиторий. Все, репозиторий создался, теперь нам нужно создать, уже использовать наш PyCharm. То есть, берем, копируем адрес, HTTPS, наш адрес-эпозиторий, и добавляем его к нам. Создаем из него проект. Так, вот, значит, у нас все создалось. И getFromVCS, то есть, getFromVersionControlSystem. Добавляем сюда в URL нашу ссылочку, проверяем, чтобы здесь был включен гид. Вот, и выбираем директорию. Ну, директория автоматически создалась. Весь путь, который здесь прописан, меня устраивает. Поэтому его так и оставим. Ну, и склонируем это дело. Еще раз повторюсь, что я делаю этот курс для людей, которые знакомы с Python, знакомы немножечко с программированием, там понимая, что куда. Но все равно какие-то вещи я буду стараться объяснять. Но достаточно сжато, потому что главная цель, представим, что у нас сейчас мы на работе, нам дали задание. И нам нужно написать фреймворк. Ну, и, соответственно, я постараюсь вам транслировать свои мысли, подходы и, ну, чем руководствуюсь я, и как бы я бы это сделал. И, возможно, какие-то из моих шагов вам будут, ну, понравиться и будут достаточно полезны. Итак, возвращаясь, значит, у нас все создалось, но, как мы видим, у нас нет здесь виртуального окружения, а нам оно необходимо. Нам нужно виртуальный environment, то есть виртуальное окружение, которое будет хранить все наши зависимости, библиотеки и так далее и тому подобное. Нам необходимо добавить интерпретатор для того, чтобы у нас, ну, точнее, создать виртуальное окружение с использованием нашего интерпретатора. В общем, я думаю, все знакомы с этой темой, то есть используем settings, открываем, project, который имеет наше же название, Automation QA-курс, и Python interpreter. Вот здесь у нас, значит, выбираем на шестеренку add, то есть добавить. Здесь мы определяем, в какой папке будет храниться виртуальное окружение, то есть вот virtual environment, и здесь у нас, ну, меня, в принципе, устраивает, чтобы в папке venf хранился наше виртуальное окружение. И нужен базовый интерпретатор. Он хранится у меня по следующему пути, то есть при необходимости можете нагуглить, как найти, где мой лежит интерпретатор, потому что в разных, там, mac'ах, винде и прочих других операционных системах это может быть в разных местах. Соответственно, здесь у нас все есть, все готово. Окей, нажимаем окей, и создается creating virtual environment. Вот, поэтому мы здесь ожидаем нашего процесса. Apply и OK. Вот у нас pip install, setup tools, build, и все у нас, все, что надо. Окей, и venf у нас появился. Соответственно, здесь можете видеть либо скрипты и прочее. Многие установки, точнее, все необходимые установки стоит производить внутри, то есть когда мы там пишем, например, там, pip install, бла-бла-бла, нам необходимо, чтобы мы находились внутри виртуального окружения. А это значит, что, ну, если, условно говоря, чтобы в терминале у нас перед нашим путем, перед нашим корневым, корневой папкой, корневым каталогом стояло в скобочках название venf, то есть чтобы тем самым терминал нам сказал, что мы находимся в виртуальном окружении. Вот. И для этого мы прописываем путь к файлу activate, то есть к скрипту activate, который, благодаря которому мы помещаемся и входим в виртуальное окружение. И поэтому мы пишем venf, вот venf, далее у нас что? Scripts. И после скриптов у нас activate, то есть просто не activate, а просто activate. Активате. То есть activate. Да что ж такое. И у нас мы оказались внутри виртуального окружения. Вот. И отсюда уже нужно будет устанавливать разнообразные библиотеки. Вот. Ну, об этом мы поговорим немножко дальше. Поставьте видео на паузу, приведите мысли в порядок, выпейте чай, кофе и возвращайтесь.